Всем привет! Мы с вами находимся в самом западном городе России! Не знаю, зачем я такой акцент на этом сделал. Это типа как... Мы находимся в городе, в названии которого 8 букв. Но сперва не о Балтийске. Ребята, что происходит вообще в мире? Прогнозируют вторую волну вируса, газ подорожал, Тимати ушел из Блэкстара, а по федеральным каналам показывают, что в Хабаровске родился тигренок. А что происходит в Балтийске? В Балтийске все хорошо, потому что здесь снимается новый выпуск проекта ОК Гуревск. Поехали! Как вам город? Что-нибудь мы снимаем про этот город. Ну, нравится город, хороший город. Что здесь вообще интересного? Ой, я на самом деле... Ну, я так понимаю, здесь очень крутой какой-то тату-салон есть. Нету. Вы, наверное, занимаетесь тату-салоном. Я пытаюсь смотреть вам в глаза, чтобы не делать... Вы будете записывать? Нет, это фото. Давайте про татуировки поговорим. Как вообще такая идея пришла? Мне кажется, я как дикий какой-то человек, да, сейчас? Татуировка в Балтийске! Пообещайте, что когда-нибудь у вас будет вот здесь где-нибудь, на каком-нибудь невиданном месте, где-нибудь вот здесь, где сгибается рука, будет герб Балтийск. Обещайте? На пятки будет. На пятки, на пятки. Нет, что город под вами. Нормально как раз. Чем ты здесь занимаешься в Балтийске? Гуляю, бегаю, занимаюсь спортом. Как вот вообще ничем не заниматься в жизни, но при этом кайфовать? Люди кайфуют те, которые, например, там наркотиками, это для них кайф. Здесь есть Балтийске? А, есть. Есть, серьезно. Ты к таким уже или еще, или никогда? Нет, я спортсмен. Спортсмен. Чем занимаешься? Боксом. А бывает, кто-то пристает, специально провоцирует? Да, бывает. Пьяный подходит, например, здесь, там. Чего, пойдем, выйдем раз на раз, покажем, кто сильнее. Но это мужики больше всего делают. Город тебе нравится? Балтийск? Да. Поменялась вот эта дорога, ее не было вообще, был один песок. Девочки поменялись здесь? Нет. Стали больше любить боксеров? Нет, они любят пьяных и выпендрожников. Блин, почему, кстати? Как ты думаешь, почему? Да не знаю. Всегда же эта тема есть, девочки любят плохих мальчиков. Да. Может, тебе тоже надо быть плохим? Ну, я уже плохой. Почему? Что ты натворил? Плохого ничего не творил, но можно так сделать. Вы из Балтийска? Да. Расскажи что-нибудь про город. Что тебе рассказать? Что нравится, что не нравится? Ничего. Кто по знаку Зодиака? Стрелец. Стрелец, ты? Близнец. А кто по знаку препинания? Запятая. А ты кто, как думаешь? Не знаю. Как она называется божья коровка мужского пола? Божья коровица. Божья коровица, ты как думаешь? Не знаю. Сколько рук у змеи? Ну, подумайте, сколько, как вы думаете? Одна. Сколько? Одна. Одна рука, все правильно. Молодец, угадала, кстати. Давай такой вопрос. Когда вы были маленькие, сколько вам было лет? А сейчас вы что, большие? Три. Я тебе сколько было лет, когда была маленькая? Четыре. Интересные репортажи о городах Калининградской области. А вы из Калининградской области? Нет, я живу в городе Северодвинске, Архангельской области. Как вы наткнулись на наши видео, если вы там живете? Для этого есть YouTube. Ряд ваших роликов мне понравились. Как дела в Северодвинске? Море такое же, только холодное. У нас прям теплое, да? У вас теплое. Вы, наверное, давно на нас подписаны уже? Давно на нас смотритесь? Ну, больше года. Что нам нужно сделать, чтобы нас смотрел весь Северодвинск? Чтобы нас прям миллион людей смотрел. Да вы все с какими-то пионерами общаетесь. Ну, типа того, да. Ну вот, с вами теперь пообщались. Возрастная планка повысится. А, вот, собственно, теперь на нас больше людей будет подписаны. Да. Потому что мы захватили уже более взрослых людей. Да. Что больше всего здесь нравится тебе, в Балтийске? Наверное, гулять по пирсу, на море. А зимой что делать, когда там все очень холодно? Зимой я дома сижу. Иногда тебе приезжает подруга. Она первый раз ко мне приехала. Недавно познакомились. Да. В Тиндере? Нет, ВК. А, в Тиндере по другим поводам же знакомиться. Там типа, привет, мне нужно с кем-то сходить на пирс, приходи. Фильтр розовые волосы. Но вы уже подруги, можно сказать. Да. Какие-то у вас есть секреты? А друг от друга нет. Естественно. В смысле? По знаку зодиака кто вы? Я Водолей. Водолей? Дева. Дева. А по знаку припинания кто вы? Я запятая. Запятая? Я точка. Почему? Просто примерно объясните. Я ставлю в предложение запятую, а она в конце точка. Сколько рук у змеи? Ноль. У меня просто ноги. Только ноги. Чем отличается горизонтальная стена от пола? Ничем. Чем горизонтальная? Чем отличается горизонтальная стена от пола? Ничем. Это одно и то же. Горизонт. Просто стена и пол. И все. Как называется божья коровка мужского пола? Бык. Божий бык. Божий бык. Нормально. Божий бык. Вы никогда не видели божьих быков? Да нет, конечно. Никогда не видели? Такие огромные, да. Вы еще учитесь, да? Или закончили? Я иду в восьмой класс. Восьмой класс идешь. Ты охренеть, ты в восьмой класс идешь? Ты уже должна преподавать, наверное, в восьмом классе. Какой любимый пример? Да, она сжатая в лагере. Дети бесят? Очень. Как нужно вот успокаивать детей как-то? Ну вообще их не надо любить, потому что когда ты любишь, они это понимают, они становятся такие еще более разбалованные. А когда ты с ними злая и показываешь, что ты им нахрен не нужен, то они становятся какие-то послушные почему-то. То есть когда у тебя будут в будущем дети, ты будешь их ненавидеть? Нет, почему? Это мои дети, а это чужие какие-то. Чужих можно ненавидеть? Да. Ты хорошая вожатая? Да. Вы наверняка знаете, что у нас есть рубрика «Тоннель моды». И, видимо, все мои попытки одеться как-то модно были жалкими. Поэтому нашлись очень крутые ребята, которые одели меня полностью, внимание, в одежду из Англии. Вы просто вдумайтесь, пацан, который родился в Полеске, работал в Куревске, снимает в Балтийске, носит шмотки из Англии. И, конечно же, я уже слышу все эти ваши вопросы. А что это за магазин? Где он находится? Поэтому прямо сейчас мы отправляемся в родной Гуревск, где и открывается магазин этих прекрасных, качественных, ярких, классных вещей. Вселенная моды Гуревска. Поехали. Да, это просто рай для «Тоннеля моды». Рай, который называется «Вау». Магазин открылся сегодня в Гуревске. У тебя одышка, потому что ты очень сильно бежала на открытие этого магазина. Нет, я в зале иду, я занималась. Нет, ну давай скажем, что ты бежала на открытие этим так долго. Да, я боялась опоздать. Магазинчиков таких не хватало. А сейчас? А сейчас буду одеваться в «Вау». Я круто выгляжу? Да, нормально. Что тебе ждать сюда? Невероятно. Выглядишь невероятно. У нас каждые две недели новый привоз. Много фирменных вещей. И та вещь, которая на развес у нас выйдет, допустим, на 500 рублей, в магазине будет фирменным намного дороже, само собой. Каждый день у нас цена падает на 5%. Первоначальная цена – 1999 рублей за килограмм. И отпускается цена до 599 рублей за килограмм. Все с Англии. Очень много фирменных вещей. Ты бы не была в Англии? Выбирайте. К сожалению, не пришлось, но, надеюсь, все впереди. Уважаемые гурьевчане, если вы ни разу не были в Англии, приходите сюда, можно почувствовать себя англичанином. Мы тебя, наверное, отвлекаем. Там уже люди просто столбились. Спасибо, приходите. Не, не показывай. Там не столбились люди, я просто сказал. На рынке не успел, очень торопился. Помидорка сможет не повесить. Просто хотел проверить, обвесили меня на рынке или нет. Огурчики. Кому нужны весы, что-то взвесить, приходите здесь нормально, пока никто не видит. Как увидел, сразу сказал, такой магазин здесь по-любому нужен. Люди по-любому будут покупать, конечно. Еще бы ему объясни, пожалуйста. Город далеко ехать просто. Сейчас после того, как открылся магазин ВАУ, будет всем модно одеваться. Сейчас уже не различишь так. Брендовые вещи и дешево. Теперь уже не определишь, кто типа заряженный такой на бабке. Согласен. А кто ты? Ты очень модно одет. Ну, согласен. Слышал вообще про открытие сегодняшнего магазина? Просто случайно проходил. А мы рядом работаем. Блин, здесь сделаем рекламу в рекламе. Да. Приходите к нам в барбершоп. Ты сделал рекламу себе, сейчас ты должен сделать рекламу в магазин. Ребята открыли очень клевый магазин. Стоковой одежды ВАУ. 180 квадратов. Самой крутой и недорогой одежде в городе Гуревске. А давайте прямо сейчас наглядно нашему зрителю продемонстрируем качество данных вещей. Трогаем и закрываем глаза и представляем. Будто первую девушку вы, наверное, не знали. Давайте как-нибудь ненавязчиво посоветуем всем нашим зрителям прийти в магазин ВАУ. А ненавязчиво это как вообще? Типа тихо. Приходите в ВАУ, только тихо. Магазин ВАУ. Просто ВАУ. 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 Приходится самому теперь снимать, потому что мой оператор, Олешка, что делает? Он залип на одежду, что-то себе выбирает. Олег, что, пойдем уже снимать? Давайте часик подождем и продолжим снимать. Про Балтийск снимаем, что-нибудь про этот город расскажи нам. Город, блядь, туслый, как видишь, да? Вот. Ну да, видно. Военные и пипу так делать будут, да? Ну то есть, блядь. Ты кому, типа, относишься? К военным или ко второму? Я отношусь к водителям. Ну, я вот работаю на благоустройство Балтийска. Вот. А на благоустройство своего лица не работаешь? Ну, блядь, я вот думал, думал, короче, бритва закончилась, денег нет ни хуя, да? Смешную историю, которая произошла в Балтийске, с тобой, может быть, что-то прям лютое происходило. Было дело летом, шел на салаку. Там мужики сидели, рыбу ловили. Я пришел рыбу ловить. Кидаю, 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 кидаю. Сука, лебедя поймал. Лебедя поймал. Как найти очень быстро девушку в Балтийске? Что нужно сделать, чтобы быстро найти девушку? Иметь хорошую машину и не быть военным. Потому что они в форме, а форма уже всем надоела, поэтому они никак не клюют. Что-то новенькое хочется. Да, конечно. На меня клюют, но у меня уже это как-то все, не судьба. На тебя только лебеди клюют. Да. Давай прямо сейчас признаешься любви своей жене. Юля, я тебя очень сильно люблю. Готовь еду, я скоро буду дома. Комплимент скажи тебе, что у тебя такие же уши, как у лебедей. Такой же правый зуб. Как у голубей. Ноздри. Как у чайки. Ключица. Как у меня. Копчик. Как укропчик, блядь. Пятки. Какие пятки? Расскажи что-нибудь про город. Что нравится, можно, что не нравится. В зависимости от того, где ты работаешь. Может, тебе нельзя говорить, что тебе не нравится. Я работник культуры, мне все можно. К нам приезжают ребята со всей страны эти контрабасы. Очень плохо себя ведут. Контрабасы. Ну, пример, пример приведи. Ну, представь девочка. Мусорит, мусорит. А, мусорит, в этом плане. Они говорят, что у них на родине так принято. Ты хотел бы поменять профессию? Вот сегодня, не поверишь, сделай скалоработу себе. Не знаю. Вот у дома культура, при этом уже все двери открываются. Друзья, я веду свадьбы. Вы тут не вырезайте, пожалуйста. Реально ведешь свадьбы? Да. Сценник свой. 20 тысяч без диджея. Фига себе, 20 тысяч за свадьбу. То есть сумма со мной у нас будет как раз 100 тысяч стоить. Сука. Средняя зарплата у меня в ДК тоже так считается. У директора 100, у меня 20. О, спалила директора. Средняя 50. Смотри, мы это не вырежем. Директор посмотрит? А ты все равно уходишь оттуда. Ты искала работать. Ты еще не уволилась, но уже официально попрощаешься с этой работой. Дорогой мой любимый директор, я отдала тебе 7 лет своей жизни, но, пожалуйста, отпустите меня. Я надеюсь, что в сентябре я буду работать уже в другом месте в каком-нибудь задорого. Ты же понимаешь, что даже если не получится устроиться, тебя после этого все равно выкинут. Пусть попробуют. Расскажите что-нибудь про этот город. Вы из Балтийска? Да. Здесь очень много быдла. Особенно по выходным. Да, очень много ребят-контрактников, которые стремятся заполучить вот... Стать мужчинами, потому что армия не делает из них мужчин, видимо. Видимо, не делает. Что-то вы там мучитесь, работаете, что-то делаете. Поступаю в МФУА на таможню, и я иду служить по контракту. И станешь быдлом тоже. Скорее всего. И будешь подкатывать девчонкам. Я уже это делаю. А я высасываю музыку. И ушла к бабам. Ты сегодня рассталась? Пару дней назад. Да. Почему? Надоело тебе. Я просто у тебя тупой контракт. Тупой контракт, поэтому она усложнила. Мы были с ним почти два месяца, все было хорошо, пока он не уехал в командировку, а тут ему... Два месяца. Тупой. Тупой. То есть он уехал и вернулся тупым? Характер показал. Он вернулся тупым, но с деньгами. Ну деньги взяли и... Деньги взяла? Какие деньги? А она тоже тупая, получается. Вы отсюда? Из города? Нет, я с Москвы, но я тот временно. Я понимаю, по какому поводу даже. Здесь 80% парней по этому поводу. Ну красиво периодически бывает. А так, ну город испорчен очень сильно, именно военными, по-моему. Так ты же тоже? Нет, тоже военный, да. То есть с тобой испорчен город? Ну не такими, как я, скорее всего. Представим себе, не русские, да, например. Они приезжают, у них там есть община. У тебя вот по семье. Есть община, есть орешина, которая там, ну, этих типа по жизни ведет. Они приезжают в другой город и начинают себя по-другому показывать, правильно? Ну, типа максимально, даже если они сначала себя показывают правильно, то по факту, как с ними обращаются вокруг люди, они на этом фоне начинают агрессировать, правильно? Вот так же идут, военные приезжают, они думают, вот сейчас я залечу, тут покажу себя с офигенной стороны, а тут найму раз подножка, два подножка, и вот он ломает всю вот эту вот, блядь, структуру города, по факту. Ты полчаса сказал? Девчонку нашел ты здесь? Уже несколько. Ну была у тебя здесь, да? Конечно, да. Тебя в Москве никто не ждет? Ждет. Там ты... А, там тоже. Все мне нужно. А, то есть там девушка тебя ждет, и ты здесь пока ждал, ты другую нашел? Девушка нет. Есть подруги, какие-то варианты есть, но я же не олень, чтобы уезжать в другой город там на больше, чем на год, да, типа, и оставлять там девушку одну. Я подумал, лучше мы расстанемся, пускай своей жизнью занимается. Чему армия учит? Научила тебя чему-то? Ну, серьезно, она коллектив сбежает, ну, типа, коллективизации. Я научился не жить самостоятельно. Типа, за тебя все делали там? Да. Добрый день, телеканал Наглость ТВ. Че, поехали? Поехали. Да. Телеканал Наглость ТВ. Все, едем. Поехали? Едем, едем, конечно. Куда едем? Да, сейчас решим. Да, это прикол, слышь. Да, не, 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 поехали. А, ты думал, знал нас просто? Ну, конечно. Телеканал Картон ТВ. Че, откуда взял? Картон ТВ. Откуда взял? Добрый день, телеканал Реакция ТВ. Держи. Нормально? Держи, держи. Все, извини, пожалуйста. Телеканал Тимати ТВ. Где лучшие тусовки? Я-то. Где лучшие подруги? Ну, золотой якорь. Где люди живут хип-хопом? У нас нету такого. Если я нужен тебе, ищи меня. Да ты мне не нужен. Где лучшие тусовки? Да у нас тут нету тусовок. Ну, золотой якорь. Где люди живут хип-хопом? У нас нету такого. Если я нужен тебе? Да ты мне не нужен, я тебе. Вы отсюда, из Палтийска. Или вы из Калининграда? Не, я здесь живу. Ты таджик, наверное, или кто ты по национальности? Скажи мне. А вы меня не будете бить? Что я не буду бить тебя, что ты есть нерусский, наверное. Че он сказал? Вы счастливы? Не, ну как я... По шкале от нуля до десяти, на сколько вы счастливы? Ну, хотелось бы мне квартиру поменять. Это сколько значит? Это значит один. Балтийска, он же жесткий и четкий город. Он город военных и жестких людей. Ну вы нас не будете бить? Ну, вас будем охранять здесь. Спасибо большое. Как, извини меня. Вы уже меня бьете, уже больно сейчас. Нет, 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 я тебя буду обнять и так далее. Я желаю тебе, чтобы ты нашел... Что, возле интрига? Потом, слушай, я тебя не буду так обнимать. Я тебя вижу первый раз и последний это. Пару вопросов, пару ответов. Не, у меня ребенок в машине не надо. Вас тоже не надо снимать? Да. То, что сняли, тоже удалить? Удалить. Или то, что сняли, можно выложить? Выложить. Удалить, оставить чуть-чуть можно? Оставить все. Как у вас настроение? Хорошее настроение? Хорошее. Балтийск, хороший город? Хороший. Отличный. Какой ответ выбрать, хороший или отличный? Отличный. Что интересно в вашей жизни происходит? Школу окончили. Нравится вам учиться? Вообще да. Дистанционно легче списать или не легче? Да, дистанционно хорошо. Да, и экзамены легче сдать. А вы даже не подрубались, мне кажется. Там, типа, связь плохая, ой, извините. Я вообще не подрубался. Вообще не знаю, что мы спали просто. Да, я спал. Может, проверить вас немножко? Кто вы по знаку припинания? С. И. М. Т. По знаку припинания, парни. Че засыпались? Знак припинания, че такое? Запятая. Вот, молодец. Моряком стать. Моряком? Пограничником. Пограничником? Бомжом. Кто-то хоть правду сказал? Продавцом оружия. Продавцом. Ооо. Вот так вот разбросает судьба потом. Да. Но только тебя можно будет найти в Балтийске. Мы вот в Балтийске, да. Да, че нравится в этом городе? Бары просто вот на море стоят, то что и все. Там вообще не варик потусить. Полиция ловит детей и все. А вы дети? Да. Я думал, ты его папа? Нет. И ему 15. Тебе 15? Да. Да, если ему 15, то тебе 3. Да, ну да. Получается так. Так ты только родился. Да, я вот недавно. Тебе в магазине алкоголь продают, мне кажется, без паспорта уже. Вообще спокойно, куда хочешь можно зайти. Поэтому они с тобой дружат. В 15 лет ты уже зарабатываешь? Да. Это реально роликсы? Да, все ровненько, все есть. Купил за полмиллиона рублей. Ты купил эти часы за полмиллиона рублей? Да. Заработанные на автозвуке, на установке звука. Роликсы? Да. А как проверить? Я никогда не держал таких часов в руках. Может, он нам врет просто? Не знаю. Потому что тех, которые ходят, надо было миллион потратить? Да. То есть ты потратил 500 тысяч на часы, которые не ходят? Да, ну я надо батарейки поменять и все. Ты часы так ходишь, да? Для понтов, это понты. Ничего, что я с ним только общаюсь? Да нет. Просто он более успешный, чем... Может, и с ним пообщаться, он тоже... Ну, у него эти, Apple Watch, это разве часы? Потыки полсотни стоят. Серьезно? Да. Что с вами не так, пацаны? Вы точно отсюда? Я с Москвы. Ты ему подарил роликсы? Нет, я ему подарил, мне часы подарил. Включи хит «Лето». Хит «Лето»? Только не любимку, пожалуйста. Хит «Лето»? В нашем городе все великолепно. Знаете такое понятие «черный копатель», да? Да, знаем. Продаю карту Земландского полуострова, март месяц 41-го года, а теперь перевожу на русский язык. Схема распределения земельных участков на Земландском полуострове для Советского военно-морского флота. У меня есть щуп и лопата. Что-то находили уже. И янтарь, и посуду, и все, что угодно. То есть вы находите столько артефактов, но мы за вами наблюдаем, вы очень долго с чего-то не можете найти. А, это я просто хочу выпить. А, и не можете найти? Да найду я сейчас, ерунда какая. Но, честно говоря, у меня офигенной цели нету. Я просто хочу похмелиться, все. Короче говоря, у меня пиздец. Каждый день праздник у вас? Ну, наверное, да. Так часто похмеляться придется? Каждый день праздник? А, нет, нет. Перевожу. На русский? На русский. 7 августа, 38 лет, как я живу с женой, и ни разу ее пальцем не трону. Ну, наверное. 7 сентября я ушел в Мозамбик на полгода. 16 февраля... Мозамбик это вы так запой называете? А? Запой так называется? Мозамбик? Ну, это Индийский океан и страна. А, все, я думал, может просто как прикол тоже. С Путиным выпили бы? С Путиным? Ну, вряд ли он предложит. А так бы с удовольствием. Вахнули бы по писярику. Не фиг делал. Перевожу на русский язык. Да, давайте. У меня бассейн стоит, качалки, и замок, и паровоз. И фонари, и офис, и гараж какой хотите. А перевожу, ну, просто так. По русским, я помню. Да. Если интересно, давайте. А я за одну бутылку найду. Все, найдите, только пообещайте, что вы найдете и похмелитесь сегодня. Обещаю. Прямо сейчас я нахожусь на опустевшем продуктовом рынке. Не просто так пошел дождь. Настолько был хороший выпуск, что даже погода уже говорит, все, хватит. Ребята, идите, отдохните, готовьтесь к следующему выпуску. Подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. Оставляйте комментарии, это повышает активность. Все, это был проект ОК Гурис. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова